В период железного занавеса страны социалистического лагеря были для граждан СССР единственной относительно доступной за границей, а товары оттуда тем самым желанным импортом, качеству которого впитали вполне заслуженное уважение. Какие же бренды соцстран были наиболее популярны в СССР? В ноябре 1956 года в Москве прошли предварительное тестирование французский автобус Шоссон, венгерский Икарус и немецкий Бюссинг. Лучшим зарекомендовал себя Икарус, и было принято решение приобретать именно эту марку автобусов. Мотоциклы Ява 350 служили верой и правдой многочисленным поколениям советских мотоциклистов. К 1960 году в СССР почти 40 тысяч человек катались на чехословацкой Яве. В 1976 году в СССР было уже более миллиона Яв. В 60-е и 80-е годы Орва была крупнейшим производителем фото и кинопленки в странах соцлагеря. СССР закупал весь ассортимент Орва. От кинопленок для киностудий до фотопленок для рядовых фотолюбителей. В начале 1975 года Рубик запатентовал свое изобретение как игрушку. Первым производителем кубика стал небольшой Будапештский кооператив. Единичные экземпляры-головоломки появились в СССР в 1978 году. Шибко, Плиско, Родопы, Ту-134, Вега, Опал. Кто не знал тогда этих названий? Полный сервиз Мадонна – это набор для обеда, а также для чая и кофе на 12 персон. Но комплектации были разные – кофейные Мадонны, чайные и столовые. Такой сервиз считался лучшим подарком на юбилей или новоселье. Символом статуса семьи был несбыточной мечтой тысяч домохозяек. Когда ботинки или туфли Цебо появлялись в советском магазине, немедленно выстраивалась очередь. Люди стояли по 4 часа, но не жалели об этом, поскольку обувь была действительно качественной и очень красивой. Редактор субтитров А.Семкин